Здравствуйте, я ветеринар Пак Сан Ук, директор ветеринарной клиники Лео. Мы специализируемся на удалении молочных опухолей без хирургического вмешательства. Сегодня я хотел бы рассказать о случае лечения самой крупной опухоли, которую мы лечили в нашей клинике в прошлом году. Когда я задавался вопросом, насколько большую опухоль я смогу некротизировать, этот случай дал мне ответ. Позвольте мне поделиться отзывом о лечении этой очень крупной молочной опухоли. Терри 13 лет. Это Вест Хайленд Уайт Терьер. Она стерилизованная самка. Весит 8,5 килограмм. На самом деле возраст и вес не совсем соответствуют тем, о которых я говорил ранее. Но как оказалось, мама Терри всю ночь искала в интернете и нашла нашу клинику. Причина, по которой они пришли, заключается в том, что они живут в Вейджонбу, и в трех клиниках Вейджонбу им отказали в операции. Первая причина заключалась в том, что опухоль была слишком большой и росла слишком быстро. Поэтому в большинстве больниц немного боятся хирургического лечения. В таких случаях из-за резкого рецидива после операции случаев смерти очень много. Поэтому сначала ищут нехирургические методы и приходят в нашу больницу. Опухоль была полностью удалена. В случае с Терри он может считать это немного отвратительным. Поскольку это процесс лечения, возможно, некоторым людям с чувствительным желудком будет немного неприятно это смотреть. Таким людям рекомендуется не смотреть последующие фотографии. На самом деле в случае с Терри возраст и вес не делали его обязательным кандидатом для нашего метода некроза. Но проводя некроз молочных опухолей, я начал задаваться вопросом, до какого размера можно довести некроз. Действительно, сработал ли какой-то закон притяжения, Терри пришел на прием. Размер был действительно очень большим. Когда прикасался рукой, можно было так схватить. В качестве первичного лечения было сделано три укола. Полное выздоровление было достигнуто. Итак, это фотография с первого визита в октября. Нет, в 8 октября 2002 года. На самом деле, если смотреть невооруженным глазом, это не так заметно. Но эта часть полностью состоит из опухоли. Вся эта часть опухоль. Вы должны учитывать, что щенок является Вест Хайланд Уайт Терьером. Этот размер был примерно размером с небольшое покаяние. Если вы посмотрите здесь, вот такие маленькие вещи. Здесь, на этом большом опухоли сверху. Как снеговик, вот здесь такие маленькие опухоли тоже. Теперь несколько таких случаев проявились. Сразу после лечения на самом деле сильно опухает. Сразу после лечения опухло невероятно. В это время оно увеличилось до размеров действительно как у грецкого ореха. Если посмотрите, оно стало невероятно больше, чем изначальный размер. И наблюдались некоторые признаки некроза. На самом деле, в случае Стери, количество лекарства, которое можно ввести за один раз, ограничено. Поэтому он не мог получить все сразу. Таким образом, частично некротизируя и частично некротизируя, я получил три инъекции. Таким образом, на самом деле, теперь на верхней части некроза эти маленькие опухоли, подобно другим, также подверглись некрозу. Однако в опухоли внизу больших изменений не было. Теперь мы приступаем ко второму и третьему этапам лечения. Поскольку была замечена некротическая реакция, мы ввели очень большие дозы того же препарата. И после этого, когда я впервые пришел, опухоль уменьшилась примерно на 30%. Прошел примерно месяц с начала лечения. Если посмотреть, то невооруженным глазом видно явную некротическую реакцию. На самом деле, в случае с маленькими опухолями, на этом этапе уже казалось, что он почти готов отвалиться. Но это было не так. Итак, 1 декабря, 7 декабря, 15 декабря, 15 декабря, 26 декабря, 27 декабря, 28 декабря прошло 2 месяца. Прошло 2 месяца, и опухоль полностью некротизировалась. Можно ли назвать это капсулой, окружавшей опухолевую ткань? Эта капсула полностью отделилась от нормальной ткани и показала тенденцию к отрыву. Это произошло 29 числа. После отрыврезка теперь поврежденные кожные ткани или подкожные ткани начинают восстанавливаться. Удивительно, правда? Так было 30 декабря, а так стало 4 января. Размер значительно уменьшился. Затем 4 января, 6 января, 9 января, 11 января, 13 января, 16 января, 19 января, 27 января, 25 января, начиная с октября и до 29 января прошло 3 месяца. 28 октября, ноябрь, декабрь, январь ровно 3 месяца. Через 3 месяца лечение было полностью завершено. И это фотография от 2 февраля. В это время, если вы посмотрите, кожа немного сжалась, и хотя напряжение немного исказилось, кожа была чисто вылечена. Итак, 7 февраля, если посмотреть, она была очень чисто вылечена. 19 февраля, да? На самом деле, как в случае с Терри, когда опухоль имеет огромные размеры, большинство людей могут подумать, что ее нужно удалить хирургическим путем. Из всех опухолей молочной железы, с которыми я сталкивался, опухоль у Терри была самой большой. Конечно, это стоило много денег. На мой взгляд, это обошлось дороже, чем хирургические расходы. Потому что у нас одна ампула лекарства составляет 1,8 мм. И цена одной ампулы 1,8 мм составляет 500 тысяч вон. Терри иногда получал по 4 ампулы за раз. Тогда приходилось платить около 2 тысяч тысяч вон. Но опекун сказал, что стоимость не имеет большого значения и попросил обязательно провести лечение. На тот момент Терри, вероятно, получил в общей сложности около 10 ампул. После примерно 10 ампул лечение было полностью завершено. Сейчас у Терри нет признаков рецидива метастазов молочной железы. Недавно были проведены полное рентгеновское обследование легких и анализ крови. И все повышенные показатели печени, наблюдавшиеся в процессе лечения, улучшились, что свидетельствует о полном завершении лечения. Поэтому до сих пор не наблюдается признаков значительного рецидива. В случае с Терри ему повезло, потому что он очень хорошо отреагировал на первое из четырех лекарств. А в дальнейшем, как мы расскажем о других собаках, некоторые из них использовали второе, третье и даже четвертое лекарства. Итак, прежде всего вы должны знать, что хотя опухоль молочной железы может некротизироваться, мол, из-за типа опухоли невозможно предсказать, на какое из четырех лекарств она отреагирует. Как вы могли заметить, время восстановления после повторного обследования опухоли очень долгое. Например, у Терри было огромное количество гноя. Опекун звонил один раз в середине. Они общаются только через какао-ток и социальные сети, не дают обратной связи по телефону. Но позвонили и сказали, что из опухоли вытекает такое количество гноя, что это пугает. Поэтому теперь ребенок проливает это по полу в гостиной квартиры. Но на самом деле гной вытекает, потому что опухоль некротизировалась пропорционально своему размеру. Это выходит в виде гноя. Можно считать это очень хорошей реакцией. Молочные опухоли, возникающие у собак или кошек, которым трудно перенести анестезию и операцию, независимо от размера и глубины возникновения опухоли, могут быть полностью некротизированы и удалены. Спасибо. Спасибо. Увидимся в следующем видео. Спасибо. 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 Спасибо.